Добрый день, в эфире Финам ФМ. Я Игорь Виттель, это Парадокс с Игорем Виттельным. Телефон в нашей студии 65 10 99 6, код города 495. И Парадокс у нас сегодня необычный, потому что у нас в студии редкий гость, посол Ирландии в России Филипп Макдона. Добрый день, господин посол. Добрый день, спасибо за приглашение. Пожалуйста, мы рады видеть вас в нашей студии. И сегодня мы обсуждаем прекрасную, парадоксальную местами страну Ирландию. Итак, первое, что я бы вас хотел спросить, на самом деле, почему мы вдруг заговорили о Ирландии, я должен пояснить нашим радиослушателям, почему господин посол оказался в нашей студии. Не просто потому, что Ирландия очень интересная страна, обсуждать Ирландию и ее экономику весьма интересно, но еще и потому, что завтра, то есть 13 марта, стартует неделя Ирландии в России. И тут огромное количество мероприятий, вы можете поинтересоваться в интернете, но часть этих мероприятий мы обсудим, наверное, и в эфире. Но меня, прежде всего, интересует такой вопрос. Как Ирландии удалось стать не просто страной, а неким брендом на мировом рынке? Стать Ирландцем и как бы в мире стало прикольно, как говорят часто на сленге английском. Ну, наверное, первое, что следует сказать, это то, что мы стали открытой экономикой. И вот на этой неделе был опубликован такой отчет, в котором все страны были выстроены в рейтинге по открытости их. И в этом списке Ирландия заняла третье место. Первое место заняла Гонконг. И второе — Сингапур. Так что, с этой точки зрения, Ирландия является более открытой страной, чем, может быть, какая-либо другая страна. Но, конечно, наверное, это не только открытость в экономическом плане, о которой нужно говорить. И вот мы благодарим Бога за то, что также у нас есть очень сильно развитая культура. Я был в гостях у своего друга здесь, в Москве, в день, когда умерла Белла Ахмадулина. И один из гостей встал и прочитал одно из его творений. Как бы вот в виде такого тоста. Да. И я думаю, что такая же традиция у нас в Ирландии существует. И вот когда к нам приходят большие такие международные компании в Ирландию, то они обнаруживают, что в Ирландии есть очень сильная, высоко квалифицированная рабочая сила. Вот как раз вопрос по поводу рабочей силы я бы очень хотел задать. Но перед тем, как я задам вопрос именно рабочей силы, которая меня волнует отдельно. Другой вопрос. Экономика Ирландии это прекрасно. Я с удовольствием с вами сегодня еще буду обсуждать. Но меня больше сейчас волнует ирландская культура, потому что огромная ирландская диаспора, которая существует в мире, видимо, она является носителем этой культуры. В России есть много разных диаспор, но я никогда не видел, чтобы люди исполняли, к примеру, польские песни в таком количестве, польские танцы, например. Тем не менее, ирландские танцы это очень модно в России, ирландская музыка, ирландские песни, а главное парад Святого Патрика, и не только в России, по всему миру. Как вам удалось превратить этот праздник не в национальный, а в мультинациональный, по-моему, во всем мире устраивающим? Вы совершенно правы, говоря о том, что диаспора играет очень большую роль в нашей культуре. Мы думаем, что по всему миру существует порядка 70 миллионов человек, который так или иначе использует себя целый, то есть ирландского происхождения. Но это где-то в 10 раз превышает число тех людей, которые непосредственно живут на территории Ирландии. И вы правы, многие из них возвращаются в Ирландию и делают инвестиции в нашу страну. Но мы также заметили, что и русская диаспора сейчас очень большая образовалась. И, наверное, сейчас на острове Ирландия именно русскоговорящие члены нашего сообщества, они представляют собой наибольшую почисленность. Ну, это легко объяснимо, господин посол, потому что, помимо того, что Ирландия предоставляет очень интересные бизнес-оппортунические возможности, в России традиционно очень тепло относятся к ирландскому виски и к ирландскому пиву. И я думаю, что из любителей Гиннесса можно было поставить население еще одной. Ну, мы гордимся нашими напитками. Но есть много больше в Ирислской экономике, чем в пиву. Безусловно, но для русских все-таки алкогольные напитки находятся на первом. Акхолик drinks are very important for us. Да, конечно, мы все знаем разницу между вечером, пятницей и округом понедельника. Но как посол, я должен отметить, что у нас также есть замечательные продукты питания. И если вот... Думайте так же хорошо, как разговариваете. Да. Ну, если взять вот области и другие экономики, то можно сказать, что Ирландия является лидером в таких областях, как интернет-технологии, производство медикаментов, информационные технологии. И, конечно, говоря об экономике, надо отметить, упомянуть и такую отрасль, как туризм. У нас к нам больше приезжает людей, чем количество, которое проживает непосредственно. И мы надеемся, что именно российские туристы будут составлять очень значительное число тех, кто приезжает. Именно в эти дни решается вопрос о прощении визового режима со странами Евросоюза. Я думаю, что с упрощением визового режима Ирландия увидит больше гостей из России. Но я как раз хотел бы вернуться к разговору о рабочей силе, о трудовых ресурсах. Как вы уже заметили, огромная ирландская диаспора. Огромное количество людей, к сожалению, покинуло Ирландию. Но при этом квалифицированные кадры в Ирландии есть. И это первый вопрос. Как вам удается и сохранять квалифицированные кадры, и привлекать ирландцев, уехавших, в том числе и с инвестициями. И как вам удалось в свое время заполучить такие компании, как Dell? Как вообще Ирландия стала привлекательным, не обладая столь дешевой рабочей силой, как азиатские страны, страны Юго-Восточной Азии, привести к себе бировых гигантов, в том числе и для сборки? Ну, есть определенные критерии. То, что касается налогов и различных условий, принципов регулирования деятельности. То есть связи, различные системы связи, коммуникации. В некоторых случаях очень важен и образ жизни, и наличие возможностей, например, для детей сотрудников посещать школы. И очень долго мы работали на протяжении многих лет для того, чтобы по всем этим критериям предоставить наилучшие условия для компании. Мы вернемся в студию после выпуска новостей буквально через пару минут, продолжим наш разговор. Итак, мы возвращаемся в студию. Это Игорь Виталий, напомню, что в гостях у меня посол Ирландии в России, господин Филип Макдона. Господин посол, возвращаясь еще раз к вопросу, напомню, что мы беседовали с вами о том, как же удается именно Ирландии привлечь транснациональные корпорации для того, чтобы они работали, и особенно в области хай-тек и IT, чтобы они работали в Ирландии. То есть мы говорили о критериях, которым пытаются соответствовать компании. Ну, конечно, они заинтересованы в создании благоприятного налогового климата и законодательной атмосферы. Они очень заинтересованы в рабочей силе, с которой им придется делать дело. Ну, конечно, в Ирландии не только ирландцы живут. Сейчас очень много иммигрантов, людей, приехавших из места. Так что в рабочей силе, которую вы можете найти в Ирландии, очень разные новые присутствуют. Но очень интересный критерий заключается в том, что все исследовательские работы, которые осуществляют компании, они делают в Ирландии. И это то, что мы обсуждали со Сколково. За последние 10 лет в Ирландии очень сильно возросла возможность осуществления различных исследований. Это как раз то, чем занимается фонд Сколково. Но, конечно, учитывая, что Россия все-таки работает на более широком масштабе, чем Ирландия. И я думаю, что для этих компаний всегда есть очень личный фактор. Мы обсуждали фактор Ирландской диаспора. Люди из Ирландии, например, имеют симпатизм в Ирландию. Ну, и думаю, что очень важным фактором является такой личностный фактор, связанный с ирландским происхождением тех, кто инвестирует в Ирландию. Ну, наверное, это справедливо, может быть, в отношении тех инвесторов, у которых и не было каких-то первоначальных связей, особенно с Ирландией. Есть российские компании, которые идут в Ирландию сейчас, такие как TransAero, и Rusal, и TransAs, который делает навигационное оборудование, и некоторые банки тоже. Ну, и думаю, что все они обнаружат, что, во-первых, мы их всех очень приветствуем. Но и очень важно и то, что все власти в Ирландии, они очень доступны с ними, очень легко иметь дело. И все вопросы, которые могут возникать, очень быстро на них дается ответ. И вопрос, который, простите, господин посол, у меня возникает такой. Вопрос, точнее, два вопроса возникают сразу. Почему при лучших стартовых условиях, как вам кажется, в России не удалось создать вот такие научно-исследовательские центры? Не удалось привлечь иностранных инвесторов в тех областях, в которых нам хотелось? А в Ирландии удалось. Может быть, есть какой-то специфический момент? Но Ирландия has managed to do that, so if, perhaps, there is something specific, you know, in Ireland, which makes it possible for Ireland to do that. Второй вопрос. Опять-таки, как Ирландии так быстро удалось? В общем, Ирландия входила в группу стран, которые, аббревиатура которых была не очень приятна, так называемая PICS, то есть Portugal, Ireland, Greece and Spain, да? И именно мой вопрос, как удалось Ирландии так быстро выбраться из кризиса, в том числе и банковского кризиса. Но это два разных очень вопроса. Ну, думаю, здесь, наверное, фактор времени очень важен, и я знаю, что есть российские компании, которые очень успешны. работают, особенно вот в области интернета и других областях. I think we see the same issue across Europe, from Russia right across to the Atlantic, which is how do you encourage the middle classes and the small and medium-sized businesses? И думаю, что такой же процесс он происходит по всей территории Европы, и вопрос в том, вот как все-таки стимулировать средний бизнес к развитию, к приходу на рынок. And Ireland's efforts to attract foreign direct investment are probably unique. Ну, и, наверное, все-таки у Ирландии есть уникальный опыт в привлечении иностранных привлечений. Because we were working on this model of economic development since the 1960s. We've been doing it for 50 years. Потому что мы с 60-х годов уже порядка 50 лет работаем над этой моделью экономического развития. So that's the first question. I think the second question, then, is about our debt issue. Точнее, второго вопроса. Yes, this is the other question is about how Ireland has overcome the debt problem. Следующий вопрос, как вот Ирландии удалось выбраться из долгов, преодолеть эту проблему долго. I think one very important factor was that we recognized the problem. We faced up to the problem. Ну, думаю, что очень важный фактор заключается в том, что мы признали эту проблему, что она существует. And the government undertook this huge rescue of the banks. И правительство предприняло определенные действия по спасению банков. We've spent proportionately more on rescuing banks than any other European country. И на самом деле мы истратили больше на спасение банков, чем любая другая страна европейская. I think a second factor is that we maintain social peace or social cohesion. И второй фактор, я думаю, заключается в том, что нам удалось сохранить такой социальный мир, социальную сплоченность. Probably every family in Ireland has made some sacrifice in terms of their expectations in order to face this crisis. Ну, наверное, вот каждая семья в Ирландии, каждой семье пришлось затянуть пояса, пойти на какие-то жертвы в плане своих собственных ожиданий и планов для того, чтобы в целом страна сумела выйти за границу. И тут, господин посол, простите, я вас перебью, возникает гораздо более интересный вопрос. А как Ирландия там оказалась? Как получилось, что страна получила такой чудовищный достаточно внешний долг? Как получился пузырь в недвижимости? Как этот пузырь лопнул? И почему ирландские экономисты и ирландское правительство не предусмотрело это раньше? Так что, как Ирландии got into this crisis in the first place, how it managed to accumulate this debt, how did it happen that the government didn't foresee this coming? And the real estate bubble. Yes, well, and I don't think people knew exactly how exposed the banks were. Some of the banks, especially one of the banks, were lending too freely on a very large scale. Наверное, все-таки люди не знали, то есть, насколько уязвимы были в банке. То есть, они давали в долг слишком большие суммы, слишком готовность их была высока. And I think a couple of things happened. One is that the international financial crisis began outside Ireland. Ну, здесь следует упомянуть также то, что, во-первых, международный финансовый кризис начался не в Ирландии, а за пределами Ирландии. Это, безусловно, так. Но, тем не менее, это ударило по тем странам, которые в основном имели проблемы финансовой системы. Ну, никто из наших политических лидеров не защищает поведение банков. Ну, на самом деле, это урок на будущее. И проблема заключается в том, как вот могут банки быть достаточно смелы для того, чтобы давать вот эти заемы. Ну, и с другой стороны, достаточно как-то разумно поступать, чтобы не терять на это. I think Russia now, as president of the G20, is leading an international discussion on this subject. И я понимаю, что Россия, будучи председателем большой двадцатки, сейчас возглавляет дискуссию по этому вопросу. Где деньги, которые нам нужны для инвестиций, и у кого есть эти деньги? То есть, они в частных руках? То есть, они у страховых компаний? У банков? То есть, как мы можем привлечь эти деньги в сектора, где они могли бы быть использованы для очень полезных инвестиций? Ну, тут возникает еще один вопрос. Потому что мы понимаем, что деньги, которые мы сейчас обсуждали, как хорошо, что транснациональные корпорации пришли в Ирландию, открыли там свои отделения. Но, с другой стороны, получается ситуация, когда ирландская экономика оказывается в зависимости от транснациональных корпораций. Но об этом мы продолжим после выпуска новостей. Я надеюсь, услышать ваш ответ буквально через минуту. Ну что ж, продолжаем нашу беседу с послом Ирландии в России. И, прежде чем вы ответите на вопрос, я его еще расширю, наверное. Помимо транснациональных корпораций, которые влияют огромное значение на экономику Ирландии, Ирландия — один из старейших членов Евросоюза. И, к сожалению, мы знаем, что европейская бюрократия не всегда положительна, а в большей степени отрицательна. Сейчас уже, можно сказать, влияет на экономику и самостоятельность страны. Насколько членство в Европейском Союзе и насколько такая тесная интеграция с транснациональными корпорациями тормозит развитие ирландской экономики на этом моменте? Так же, как и интегрированность в зону евро. Ну, должен не согласиться с любым мнением, что Европейский Союз здесь как-то замедляет экономику. Вся наша стратегия индустриальная, она основывается на нашем членстве в Европейском Союзе и в еврозоне. Как мы говорим, мы единственная англоговорящая страна в еврозоне. И вот на протяжении лет, многих лет, мы получали только выигрыш от вот такой общей солидарности всех членов Европейского Союза. Гибкость всех европейских институтов, особенно Европейского Центрального Банка, очень была важна. То есть, это было главное в разрешении финансового кризиса. И если вот я чуть-чуть остановлюсь на этом вопросе. Сейчас мы председательствуем в Европейском Союзе. И вот не хочу хвалиться, но мы стараемся, как использовать весь наш опыт, все уроки, которые мы получили в своем развитии, как бы на ситуацию использовать, весь наш опыт в ситуации всего Европейского Союза. И вот наша способность к экономическому росту, после банковского кризиса 2008-2009 годов, вот дает нам возможность гордиться нашими достижениями. Тогда позвольте мне переформулировать вопрос. Let me rephrase the question. Вполне возможно, как что, как страна, получающая экономическую помощь от французских и немецких банков, от сильных стран Евросоюза. Но можно принять во внимание еще и такой момент. Практически все страны с развитым аграрным хозяйством, входя в Евросоюз, практически теряли свое сельское хозяйство, к сожалению. Я имею в виду новых игроков. Если посмотреть на Ирландию, мы видим, что в Ирландии сельское хозяйство тоже отчасти задумывается промышленностью. Так это или нет, и является ли это положительным моментом? Я думаю, что в этом отношении Ирландия определенно повезло, потому что у нас всегда была большая зависимость от развития нашего сельскохозяйственного сектора. И вот эта зависимость от сельского хозяйства, она была связана с зависимостью от рынка, единственного рынка, каким являлась Великобритания. И Европейский Союз позволил нам как-то скорректировать баланс. То есть сельское хозяйство по-прежнему имеет очень большое значение. И рынок в Великобритании также по-прежнему является для нас очень важным. Но баланс — это все-таки лучшая ситуация. И вот сегодня в условиях, когда спрос на сельскохозяйственную продукцию повышается во всем мире, мы очень рады, что вот это для нас сектор очень такой важный, и что мы зависим от него. И мы надеемся, что если брать общую экономику в целом, то, что делает Европейский Союз будет являться как таким решением, образцом, моделью. И Европейский Союз, он очень много работает на международной арене и с Всемирной торговой организацией, и в этом контексте с Россией и Соединенными Штатами для создания лучших условий для экономики. При этом у меня возникает закономерный следующий вопрос. Как в одной стране может сочетаться один из самых высоких по среднему доходу уровней на душу населения, второе место, по-моему, по Европейскому Союзу после Люксембурга, если меня не изменяет память? И при этом в 2010 году, поправьте меня, если я не прав, там были сообщения, что иммиграция из Ирландии оценивается в тысячу человек в неделю. Как в одной стране сочетается такой высокий доход? При этом я понимаю чудовищные цены на недвижимость. Ирландия считается одним из самых раздувшихся пузырей недвижимости в мире. И при этом из самой большой ипотечной догрузки на душу населения по отношению к доходу. Это как раз парадокс, это название нашей передачи. Да, ну, наверное, да, действительно, парадокс имеет место. На самом деле, население Ирландии увеличивается, постоянно увеличивается. Этот процесс продолжается уже на протяжении последних 30 лет. И мы одна из стран Европы, в которой очень высокая рождаемость сейчас. Но у нас происходят процессы и иммиграционные, и иммиграционные. Радует ли вас это? То есть, в этом вы практически схожи с Россией. Правда, не в таких цифрах. Но радует ли вас, что коренное население... Простите за нескромный вопрос. Конечно, не вполне политически корректен. Но когда коренное население страны эмигрирует с такой скоростью, а это заменяется в основном бывшими жителями Восточной Европы... Ну, до сих пор нам очень везло, и до сих пор этот процесс шел очень хорошо. И нашу страну только обогатило присутствие вот тех, кого мы сейчас называем новыми ирландцами. И это можно увидеть, вот если вы возьмете такси в Дублине. И очень большое число таксистов, они из таких неожиданных стран, очень далеко находящихся от Ирландии. То есть, гораздо дальше, чем Восточная Европа. Но нам очень повезло, нам надо молиться, что этот процесс очень так хорошо шел, и никаких таких каких-то плохих реакций у нас не было на этот процесс. Я думаю, что эти люди отнимают работу у коренного населения и нарушают социальный мир, как вы выразились. Ну, наверное, это гораздо более сложно, сложнее, на самом деле. Некоторые из них, они на самом деле выполняют работу, которую до их приезда никто не делал. И также у них есть особые какие-то навыки, умения. Ну, а те, кто покидает Ирландию, они скорее в поисках новых возможностей, а не от обиды. Об этом после выпуска новостей. Ну что ж, возвращаемся в студию, это Игорь Виттель, и сегодня у меня в гостях посол Ирландии в России, господин Филипп Макдона. Возвращаясь к нашим темам, мне бы хотелось, чтобы все-таки обсудили еще немного и неделю Ирландии в России. Хотя у нас есть звонок радиослушателя, Роман хочет, наверное, что-то спросить или сказать об Израиле. Роман, слушаем вас. Добрый день. Я внимательно слушал, как хорошо живется в Ирландии, и как там все замечательно. Я только одного не понял, почему коренное население оттуда уезжает, если там так хорошо, а замещается всевозможными эгрантами из Юго-Восточной Азии, из Торции. Надо думать, что все основное коренное население Ирландии какие-то банкиры и очень продвинутые люди, если они, по мнению посла, поехали от такой хорошей жизни искать еще большее повышение, насколько я понял. Мы уже ответили на этот вопрос, что часть населения уезжает в поисках новых возможностей, скорее они ищут какую-то низкоквалифицированную работу. Как раз низкоквалифицированную работу в Ирландии выполняют эмигранты. Я, кстати, вынужден поправиться, я оговорился и сказал, посол Израиля в России, посол Ирландии, конечно. Наверное, нужно посмотреть все-таки на нашу двухсотлетнюю историю. В Ирландии были очень тяжелые условия, был голод. Ирландцы, они практически в очень многие страны уехали и в Америку, и в Австралию. Некоторые приехали в Россию. В 18 веке это произошло. И вот что случилось, то есть теперь у нас есть ирландские сообщества по всему миру. То есть, если сейчас вы, например, имеете квалификацию медицинской сестры, и в этом году или в следующем году в больнице не будут, в госпитале не нужны будут новые сестры, то вам ничего не остается, как переехать в Россию. Ну, если у вас вдруг есть какой-то двоюродный брат в Австралии или в Канаде, допустим, и вы решаете, ну, поехать в Австралию, допустим, на год. Ну, или, может, у вас вдруг какой-то есть, или подруга. И вы решаете ехать в Австралию и думаете, что по скайпу можете общаться с друзьями, с родителями. И где-то, ну, через несколько лет вернетесь обратно домой. И за это время вы успеете накопить какие-то деньги. Ну, конечно, я не говорю, что это самый лучший из возможных вариантов, но, тем не менее, возможный. Господин посол, все-таки пару слов о фестивале ирландском, который будет проходить с завтрашнего дня в Москве. На самом деле, он будет проходить больше, чем неделю, с 13 по 24 марта. Что бы вы посоветовали больше всего? Потому что я вот для себя выбираю ирландское кино, будучи фаном ирландского кино. И, безусловно, дегустацию виски, которая будет проходить. Ну, прежде всего, я должен сказать, что у нас также есть русский фестиваль, который мы проводим в Дублине. В пять дней он будет продолжаться. Это вот празднование Масленицы. Очень хорошая программа русской культуры пройдет в Дублине. И здесь, в Москве, у нас замечательная программа вот ирландских мероприятий культурных. Ну, традиция началась с проведения парада. Уже 20 лет мы проводим парад по случаю Дня Святого Патрика в Москве. И завтра на пресс-конференции мы объявим, по какому маршруту в этом году, в 2013, пройдет парад. И мы очень надеемся, что удастся его организовать в парке Горького в 12 часов. В нем примут участие уличные театры ирландские. И кроме парада, конечно, нужно упомянуть кинофестиваль ирландских фильмов. Я прошу прощения, я добавлю только для наших радиослушателей, что парад, насколько я понимаю, сам парад Святого Патрика будет с 12 до 2, 16 марта. Да, конечно, я должен был сказать, что это парад в субботу, 16 марта состоится. И фестиваль ирландских фильмов, это несколько дней, начнется он 13 марта завтра в Центральном Доме Художника. И там будет, кстати, я добавлю уже, начинание нон-стоп комедии, где у вас в очередной раз появится возможность посмотреть реально гениальный ирландский фильм, который в оригинале называется «The Guard», а по-русски его почему-то не очень удачно перевели, как «Однажды в Ирландии». Но те, кто его еще не видел, послушайте мой совет. И еще бы я хотел сказать, что в фестивале примет легендарный человек с не очень прилично звучащей по-русски фамилией, это легендарный крестный отец панк-движения Терри Хули. Он привезет с собой фильм, который называется «Хорошие вибрации». Это одно из самых интересных зрелищ, которые вы можете увидеть. И, кстати, будет галл и фестиваль, по-моему, в котором примет участие также Борис Гребенчаков и Виктор Зинчук. Вы можете подробно посмотреть это на сайте irishweek.ru, для тех, кто не знает. А, кстати, господин посол, вы можете для наших радиослушателей рассказать про свой любимый сорт виски, поскольку это волнует? И пиво тоже, кстати. Будучи послом, я должен поддерживать все виды виски и все виды пива, потому что у меня обязанность пить все виски и все пиво. Я не сказал нашим радиослушателям, когда пройдет дегустация виски. Если вы можете мне подсказать, я помню, что где-то оно было, там проводят Таламар Дью. Это не реклама, это я просто рассказываю, потому что они выступают. Таламар Дью, это один из наших брендов. Да, это один как раз из брендов виски. Но пока, к сожалению, не можем вам сказать, где конкретно это произойдет. Возвращаясь все-таки к экономической тематике. Можем ли мы сказать, что Ирландия вышла из кризиса? Да, определенно. Мы были Кристин Легард, Международного валютного фонда. Буквально в пятницу была в Дублине. И она провозгласила, что Ирландия сейчас возглавляет процесс выхода из кризиса. И я думаю, что вообще вся еврозона, она как бы сделал вот этот решающий поворот. И вот в нашей роли сейчас, страны председательствующие в Европейском Союзе, мы возглавляем переговорный процесс по созданию такого соглашения между банками. Для того, чтобы ввести какие-то, осуществить определенные меры новые, для того, чтобы нам преодолеть весь этот финансовый кризис. Возвращаясь к еще одной теме, это сотрудничество Ирландии и России. Мне бы хотелось понять, где вы видите основные точки пересечения. Что мы можем дать Ирландии и что мы можем получить от Ирландии? Это очень хороший вопрос. Я смотрю это как бы с точки зрения трех главных элементов. То есть здесь можно обозначить политического, экономического и культурного. Если говорить о культурном уровне, то здесь совершенно определенно у России и Ирландии есть очень сходства. Это и в музыке, и в танце, и в поэзии. В экономической области у нас тоже очень продуктивные отношения. Будучи небольшой страной, Ирландией с Россией очень хорошо развиваются торговли и инвестиции в обоих направлениях осуществляются. Моё личное мнение, где существуют еще возможности для какого-то развития, это политическая область. Мы все говорим о Европе, о пространстве в Европе от Владивостока до Атлантики. Или даже от Владивостока до Ванкувера. И, наверное, главная задача заключается в том, чтобы наполнить вот это пространство каким-то содержанием. Основные точки какие-то вы можете назвать в политической жизни, где мы могли... Ну, Россия председательствует в большой двадцатке сейчас. И, конечно, Европейский союз очень большой играет роль в международной экономике. И, конечно, ОБСЕ, где также у нас существует определенная повестка. И есть формат отношения России с Европейским союзом. Спасибо, господин посол. Наша передача, к сожалению, подходит к концу. Это был Филипп Макдона, посол Орландии в России. Как говорят в Орландии, слан. Пока. Слан, ага скоро магат.